Крыши текут, дома разваливаются, подвалы топят, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Отолжили или украли? Вот в чем вопрос. Жители многоэтажки на Антона Петрова жалуются на пропажу изоляции для труб. Говорят, нечиста на руку управляющая компания. У меня здесь хранилась вот такая изоляция. Было ее вот так вот, наравнилось с этим шкафом. Отправились в многолетний заплыв. Жители многоэтажки с подручными средствами спасаются от проливных дождей. Вот она, вода вся бежит. Вот эта вся ситуация. Мы уже один шкаф выбросили, он у нас уже уплыл и развалился. В Барнауле разыгралась настоящая коммунальная драма. Жители многоэтажки обвиняют свою управляющую компанию в том, что она выкрала изоляцию для труб. Но управляющая компания говорит, что кража это слишком громко сказано. Она все-таки одолжила. Но жители просят называть вещи своими именами. Кто прав в этой истории, смотрим сюжет и делаем выводы. У меня здесь хранилась вот такая изоляция. Было ее вот так вот, наравнилось с этим шкафом. А теперь меньше наполовину, рассказывает старшая по дому Нина Алексеевна. По словам пенсионерки, изоляцию выкрала управляющая компания «Сервис», которая обслуживает дом. Прихожу, кладовка открыта, и ничего здесь нет, ни одного этого самого. Ну, потом привезли. Привезли ровно половину. Ну, во-первых, привезли, я не знаю, что они привезли, в каком количестве это все и какого диаметра. У нас она была, ну, тут вообще всего ничего, вот две упаковки. И теперь подвал «Осиротел» остался без защитной изоляции, показывает Нина Алексеевна. Видите, какое она состояние имеет? Ее уже пора менять просто. А чем чревато такое состояние для подвала? Ну, для подвала тем, что это все вот рушится. Если даже потечет это все вот, потечет, например, труба. Вот смотрите, здесь вот настоящая изоляция, угол стоит, а здесь вот это вот старое. Если протек начался, ну что тут, каша вот эта вот свалится и все. На некоторых трубах свежая изоляция, конечно, есть, но она сомнительно закреплена, возмущается жительница. Вот посмотрите, она положена, просто положена изоляция, натянута на трубу. Она так не должна быть, она должна быть на мастике, она приклеенная должна быть. Четыре года назад у обслуживающей компании сменилось руководство, пришло новое и начало чудить, рассказывает пожилая женщина. Так, этой зимой в квартирах нечем было дышать. Топили от всей души. По 30 с лишним градусов. Ноябрь, декабрь, январь, да и февраль частично. Они нас поджаривали, как карасей на сковородке, простите. Вот было до такой степени жарко. Квартиры, мы все задыхались от жары, мы спали с открытыми балконами и окнами, несмотря на то, что на улице большая зима. Ну и естественно, нам счета преподнесли с ног сшибательные. Сколько? Все вышли. Ну, две тысячи было за мои 40 квадратов. А обычно сколько платили? Ну, обычно, ну почти что вдвое меньше. Жители пожаловались в жилищную инспекцию края и началось мщение от рука, говорят люди. За нашу заявочку. И все понизили температуру до минимума и начали нам объяснить. Ну, температура была, батареи холодные были. Да, примерно так. Потому что невозможно было вообще. Старики взвыли, конечно. Дети тоже начали болеть. Пощупайте. Она вот чуть-чуть тепленькая. Вот. И температура здесь, значит. Сколько здесь температуры? 40 градусов. Ну, вот она на этом уровне сейчас и это самое. Ну, когда... А должно быть, по идее... Ну, а должно быть, я думаю, что это побольше. Потому что здесь должно быть... Ну, градусов 60-70. Управляющие компании нам пояснили, что температурный режим на доме приходится регулировать постоянно. Перемычку поставили, чтобы шло напрямую. Вот от подачи, чтобы подача какая есть, чтобы она шла не через сопло, через маленькое отверстие, да, а еще и напрямую. Сделали. И температура постепенно повышается. Да, 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 да. А что касается изоляции, то главный инженер подтвердил, что ее действительно забрали на другой дом. Но потом вернули, причем ровно столько, сколько и было. Более того, добавил специалист УК, на всех трубах в подвале сделали изоляцию. А вот тут верится с трудом. Может, трубы изолировали, но далеко не все. Жители многоквартирного дома в Новоалтайске выбирают на маркетплейсах надувные лодки, весла, спасательные жилеты. Не для отдыха на воде, а для выживания в квартире. Верхние этажи на протяжении шести лет регулярно топят. Крыша многоквартирного дома оставляет желать лучшего. Постоянно у нас крыша уже бежит лет шесть. И в коридоре он там все время все топится, все подъезды и все по лестницам сбегает. Потолок в подтеках, обои отклеились, по стенам пошли трещины. В квартире на Анатолия 39 постоянная сырость. Как только за окнами снег или дождь, жильцы пятого этажа вооружаются. Тазиками так спасаются от наводнения. Вот эта вода вся бежит. Вот эта вся ситуация. Мы уже один шкаф выбросили, он у нас уже уплыл и развалился. По словам жильцов, крыша многоквартирного дома в аварийном состоянии. Но управляющая компания ее не ремонтирует. Даже официальные жалобы не помогают. Представители управляющей компании приходили, залазили на крышу, смотрели. Ничего, никто не приходил. Вот, я последний раз вот это вот увозила в управляющую компанию, реакции никакой. Они просто бросают трубку и разговаривают, не разговаривают. Еще и поднимают цену за коммунальные услуги. Мы платим почти что 10 тысяч. Не с первого раза, но дозвонились в обслуживающую компанию, точнее ее представителю. Он заверил, что специалисты приезжают на вызов жильцов. Вот только это не помогает. Либо не в том месте сделали. Ну, то есть там дыры, да, получается? Вы латочный ремонт делаете? Нету там дыр. Вы даже сейчас вылезете на крышу, доступ свободный на крышу. Вы увидите, что там дыры нету. А подтопление почему происходит? Потому что на это, смотрите, за бортом у нас дождь идет, снег идет. За бортом дождь и снег. Отсюда и подтопление. Объяснение максимально странное. Коммунальные эксперты настаивают на том, что жители должны добиваться от УК хотя бы текущего ремонта крыши. Ну, нужно обратиться в адрес инспекции строительного жилищного надзора Алтайского края с жалобой. И я думаю, что по итогам ее рассмотрения регулирующий орган может вынести предписание. Он вправе это сделать. Установить срок для проведения необходимых работ в рамках текущего ремонта. Управляющая компания обязана произвести ремонты, предписанные инспекцией в установленный срок. Если она этого не сделает, то будет привлечена к административной ответственности. Штраф сопоставим, в общем-то, ну, наверное, с каким-то латочным ремонтом даже по большому счету. Поэтому здесь управляющая компания, я полагаю, все-таки будет заинтересована в проведении работы. А между тем, жители готовы добиваться ремонта крыши. Планируют помимо жилинспекции жаловаться в прокуратуру. Ведь в квартирах находиться уже просто небезопасно. Мы просто боимся, что в один прекрасный момент у нас просто потолок рассыпется. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова